Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы на Медиа-Информе, программа «Мы с Михаилом Катсиным». Сегодня мы будем говорить о реформах, мы будем говорить о том, что происходит у нас в парламенте, и движемся ли мы вперед, либо мы просто зависли в открытом пространстве. Сегодня для обсуждения этой темы я пригласил Светлану Сауленко, руководителя фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете, и Ольгу Русилу, медиатора, адвоката и вице-президента Коммерческой палаты Европы для Украины. Спасибо, что сегодня здесь, в нашей студии. Спасибо, приглашайте. Спасибо. Также у нас по телефону будут Александра Решмидилова и Николай Спиридонов, политические консультанты, которые зачастую у нас выступают по телефону в эфире. Светлана, вот вы депутат Одесского городского совета, если не ошибаюсь, с 2010 года. Вот в течение 9 лет вы депутат Одесского городского совета и, как никто другой, чувствуете ситуацию, которая есть в депутатском корпусе, и некое понимание, либо непонимание со стороны депутатов Одесского городского совета того, что происходит в Киеве. Есть ли сейчас некое ощущение политической турбулентности в Одесском городском совете? И чувствуете ли вы, что сейчас мы уже постепенно входим в избирательную кампанию местных света? Поскольку, если мы сравним, например, ситуацию в Киеве, то там вообще происходят достаточно любопытные вещи. Сессия Киевгорсвет долго не собирался на сессию, в итоге он все-таки собрался, как бы достигнуто, как я понимаю, была некая договоренность о создании оппозиционной группы Кличко. И, собственно, понятно, что администрация президента, она как бы дала заднюю, и, видимо, достигнута некая договоренность, по которой Кличко остается мэром до октября следующего года. Есть ли подобная турбулентность в Одессе? Добрый вечер еще раз. На самом деле много вопросов сложных, непростых. Могу сказать однозначно, что, безусловно, как только у нас прошли парламентские выборы, и мы увидели продолжающуюся эйфорию у людей, и я четко лично прогнозировала этот результат. Я говорю всем, с кем я общалась, говорю, вы понимаете, ну вот пришло там 20% людей, которые никогда не ходили на выборы. Они пришли, и у них получилось. Получилось просто поменять полностью весь политический режим. Вопрос, придут ли они снова для того, чтобы, можно сказать, выбрать группу поддержки президенту, выбрать новый парламент. Конечно же придут. И они пришли, и все произошло так, как произошло. Я долго говорила на тему, все говорят, ну вот мы столько сделали, вкладывали, работали на округах и тому подобное. Безусловно, Владимиру Зеленскому и его команде удалось сделать главное. Удалось нам с вами продать мечту. И мечта не продается. Мечта не продается ни за крышу, ни за асфальт, ни за ремонт в подъезде. Мечта остается мечтой глобальных изменений в стране, нормальной жизни, нормальной жизни для себя, для своих деток, для своих родителей и тому подобное. Поэтому все поверили в мечту. И безусловно, когда произошли выборы в парламент, и когда начали очень активно говорить о досрочных местных выборах, режим такой турбулентности и настроений, безусловно, преобладал. Все, кто... у нас есть разные депутаты. Есть депутаты, которые работают постоянно на округах, есть депутаты, которые понимают, заходят на округа за 2 месяца до выборов, платят большие деньги за какие-то там возможности и переизбираются. И все, 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 вот кто там даже долго не появлялся, все начали идти на округа, срочно выяснять какие проблемы, срочно начинать любить людей и такая ситуация. Потом, когда все поняли, что достаточно упаднические настроения были, все говорят, ну что вот, делали-делали, там народные депутаты действующие, и, ну, бренд, за франшиза, все перечеркивают, то есть приходит какой-то девочка или мальчик в кроссовочке и в кепочке, в принципе, даже не отсюда, ничего даже говорить не надо, просто она уже... Скажите, Светлана, вы как бы владеете информацией, очередь среди депутатов Одесского городского света в офис партии «Слуга народа» наспала, либо по-прежнему такая же жевленая? Вы знаете, я на самом деле всем, кто пытается там занять очередь, пытаюсь объяснить, ну, просто очевидные вещи, что несмотря на то, за кем вы станете в очереди, какие вы связи заведете, я там говорю даже грубее, если вы там будете очень близки с президентом, это все равно вам не поможет, потому что мое глубокое убеждение, что для того, чтобы, ну, этот проект сохранял какую-то свою уникальность, как Верховную Раду не взяли бывших депутатов, хороший, плохой, за людей, за бизнес, за правду, неважно, но политика была, что все, кто был у власти, не могли пойти от «Зе команды», от «Слуги народа». Я безусловно убеждена, что эту позицию они сохранят, ну, если они… Подождите, они от «Зе команды» не могли пойти, но если мы рассмотрим на правительство, там, в принципе, несколько министров, они просто были правительствами Гройспана, а все остальные, это были вторые, третьи, четвертые роли правительства предыдущего. Это вот, смотрите, вот это мы уже говорим о последствиях, я сейчас перейду к ним, которые сегодня, да, внушили силы, в общем, в Одесский городской совет, я не знаю, Харьковский, Днепропетровский и тому подобное, и такие уже, как бы, упаднические настроения абсолютно не присутствуют, потому что, конечно, каждый депутат, идя на эфир, он говорил, «Я точно самый крутой», все такое, но все реально говорили между собой, что, ну, сложности, безусловно, есть из-за такого массового психоза в отношении «Зе». Светлана, сейчас мы снова вернемся к этой дискуссии, Ольга, хотелось дать вопрос вам. Вы львиную долю своего времени за последние несколько лет потратили тому, чтобы создать некое доверие по отношению к себе со стороны западных инвесторов, западных партнеров. Мне кажется, это самое главное, потому что, когда возникает доверие, можно уже говорить о каких-то конкретных проектах. И доверие в глобальном смысле – это та задача, которую Украина в целом ставит перед собой, завоевание доверия западных партнеров, причем на разных абсолютно уровнях. Каким образом завоевать это доверие, и каким образом можно, собственно, создать тот пул реальной экономической поддержки и тот пул реальной инвестиционной поддержки, которой так нуждается наша страна? У западных инвесторов, причем надо отдать должное, что они тоже вовлеклись в взаиммечту. Все разговоры, которые активизировались у нас, они произошли сразу после избрания президента. То есть неожиданно. Я предполагала совсем иное. Если бы я, допустим, хотела партнировать с кем-то из… Ну, представим, что страна – это некий завод, да, и я бы хотела инвестиции в этот завод, то для меня более понятен предыдущий менеджер, потому что я понимаю навыки договоренности, я понимаю его менеджмент, я понимаю… И я предполагала, что новая команда сможет рассчитывать только на принципиально внутренние инвестиции, но оказалось совсем иначе. Большим удивлением для меня было, что как только был избран Владимир Зеленский, сразу же стали положительные настроения на инвестирование в Украину. Еще парламент не был сформирован, а уже настроения появились. Отчего отталкивались? Посыл такой же, как с мечтой о том, что можно изменить институции, которые уже устояли с предыдущим парламентом. А ключевое, нас сравнили, к сожалению, с Либерией. И почему была создана вот эта коммерческая палата Европы для Украины? Потому что они фактически предложили тот же инструментарий, который они применили для Либерии. То есть у них была создана коммерческая палата Европы для Либерии, и они это реализовывали вот с помощью инструментария. Считая, что придя, новый президент будет формировать четкую направленность инвестиционную для привлечения. А для этого необходимо создать соответствующие институции, гарантии возврата инвестиций. А потом им уже дальше, если ты установил законодательную платформу в том виде, как она присутствует в Европе, ты уже обратно откатить это не сможешь. Поэтому у них есть посыл о том, что вновь сформированный парламент быстро на зеленом принтере напечатает законы, соответствующие европейским нормативам ведения инвестиционного бизнеса. И дальше уже, как бы ни развивались коррупционные схемы внутри страны, мы будем в рамках европейского законодательства гарантии возврата инвестиций. И вот мы сейчас же видим, и в облах Совета появились делегации иностранных государств. И в Киеве в правительство появляются, то есть появили интерес Индия, Китай, активные интересы Турции. Я вот сейчас плотно работаю с итальянцами, но принципиально то, что у нас только формируется энергорынок абсолютно по европейским правилам. И это дает надежды инвестору, что здесь будет гарантия возврата инвестиций. Ну, энергорынок-то у нас, может быть, и формируется. Но, с другой стороны, мы помним тот скандал, который недавно разразился, именно принятие закона, которое фактически открыло поправки в законопроект, которое стало законом, и открыло возможность покупать, как бы, покупать энергоносители в обход правил Европейского Союза, то есть покупать у Российской Федерации. Это будет риск, но мы уже станем просто частью... То есть мы как бы выходим из-под действия энергопакета Европейского Союза? Нет, мы все равно станем частью единой энергетической системы европейской. А это свое кодирование, а это значит, что разделяются блоки потребителей энергии, генераторов энергии, транспортеров энергии, и там есть четкие прописанные правила, когда ты получаешь свой код, и ты являешься генератором, и у тебя по-любому будут это приобретать. Ну, то есть, оно все равно будет работать. Ольга, спасибо вам. У нас еще звонок. У нас на связи украинский политический эксперт Александра Решмедилова. Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились сегодня к студии Медиаинформа. Александра, у нас последние две недели мы, как ни проснемся, мы читаем про очередной скандал, мы читаем про очередное брожение в партии власти, и, казалось бы, еще два месяца назад мы активно обсуждали перспективу вообще становления авторитаризма в нашей стране и как бы узурпации власти. А тут мы видим, что не прошло полутора месяцев, а фракция президента, она фактически рассыпается, она вовсе не монолитна, очень много конфликтных интересов, причем эти конфликтные интересы, они переносятся в публичную плоскость, и, конечно, это все нелицеприятно выглядит не только для, не только внутри нашей страны, но и, безусловно, для наших западных партнеров. На ваш взгляд, в чем главная причина такого брожения, и сможет ли президентская фракция преодолеть это брожение в ближайшее время, либо нас ожидают серьезные политические притурбации в украинском парламенте? – Михаил, я кое в чем с вами согласна, в кое не совсем. Смотрите, согласна, что идут процессы брожения или трансформации. Такая огромная фракция небывалых размеров, с которой мы столкнулись, понятно, не могла быть монолитной. Так как она во многом стала сюрпризом для украинского общества, и ее структура еще не выкристаллизировалась, понятно, что проходят сейчас важные процессы, и интересно, что из этого всего получится, смогут ли они выстоять. Но это мы наблюдаем от комичного, знаете, до трагичного. Есть совершенно разные процессы и скандалы, вы правильно все подметили. Не в самом лучшем цвете сейчас выглядит фракция. Но вот посмотрим, что они смогут из себя выжать по итогу. Вот у них съезд намечается на выходных. То есть им надо проходить определенные стадии. Можно ли сказать, что это распад, или что она рассыпается, растекается? Я думаю, что по последним социологиям есть, конечно, небольшой спад поддержки у президента. Она сейчас зафиксирована на отметке 66-67%. К самой слуге народа и отдельно к топовым спикерам ровное отношение. Украинцы не узнают премьер-министра. Это у нас, кстати, тревожная тенденция. Я бы на месте исполнительной власти задумалась бы. Конечно, в развитых демократиях бывает, что в государстве не знают имен, но понимают функционалы и тем самым, скажем так, доверие идет к должности, а не конкретному политику. Это не совсем тот случай. Господину Гончаруку стоит наладить медиакоммуникацию. Он, конечно, попытки какие-то делает, но у него тоже были серьезные удары репутационные. Это и Сакира, и Руна, и ряд других моментов, где он не в лучшем свете выглядит. Помогут ли ему в видеоблоге, мы, конечно, пока не загадываем, но вот исполнительная власть явно сейчас прихрамывает. Александра, любую власть в целом, традиционно мы знаем, можно любить. Можно не любить. Но самый худший сценарий, если власть предстает смешной. Не кажется ли вам, что за последнее время мы увидели падение авторитета власти в целом, мы даже не называем политическую силу, политическую команду, мы говорим об авторитете власти, которая олицетворяет страну, и которая, безусловно, она как бы накачивает институции, главные институции нашей страны? Не кажется ли вам, что власть, она, по сути говоря, становится смешной, и это представляет серьезную угрозу для политических процессов внутри нашей страны? Смотрите, октябрьская социология, она рассказывает, что когда есть небольшой спад доверия к власти, конечно, на этой волне может подрастать оппонент. есть небольшое подрастание у Тимошенко, есть подрастание в разнице между сентябрь и октябрь на 4%, с 20 до 24 подрост Бойко, это фиксируется, то есть власть как бы сама помогает оппонентам. С другой стороны, когда вы говорите быть смешной, тут даже вопрос не так быть смешной или комичный, как быть неуклюжей. Вот мне кажется, власть в определенных моментах может оконфузиться, она это уже демонстрирует именно своей неуклюжестью, своей, скажем так, где-то малопогруженностью в тему, где-то с успением опыта. Вот эти моменты, конечно, с ней играют. Злую шутку, но знаете, вот комик, чтобы быть смешным, он проделывает колоссальную работу. Хотелось бы, чтобы власть, когда выглядит смешной, все-таки нам тоже демонстрировала колоссальную работу. Пока она чаще просто выглядит, знаете, слегка смущенной. Она получает вызовы, к которым часто не готова или даже не понимает, к чему ей надо готовиться. Александра, многие говорят, что президент Владимир Александрович Зеленский вот именно тот человек, который может поменять ситуацию и он, безусловно, хочет изменить жизнь страны к лучшему. Вместе с тем мы видим те скандалы, которые происходят в его политической силе. А самое главное, вот этот вопиющий скандал, который мы видели на прошлой неделе, когда руководитель Комитета по международным делам во время заседания Верховной Рады озаботился, так сказать, своей дальнейшей релаксацией после заседания Верховной Рады. При этом мы не услышали никакой внятной реакции со стороны президента. Более того, этот руководитель Комитета, он даже смог и наехать на журналистов и даже, в принципе, и даже сопротивлялся сложению себя полномочий руководителя Комитета. Тот факт, что партия слуга народа и лично президент не призвали его сложить мандат, не говорит ли это о некой неспособности президента влиять на собственную фракцию? Я так понимаю, что есть определенные процедурные моменты, если мы уже конкретно погружаемся в эту историю. Она многоуровнева и она имела ряд, скажем так, витков развития. Я думаю, что какое-то решение может быть принято на съезде. Я уже говорила, что на выходных он предстоит. Возможно, мы что-то такое увидим. Кроме того, что господин Еременко постарается уйти от руководства комитетом, понесет ли он какие-то еще виды наказания или, скажем так, ограничения, не знаю, там полиграф, как они любят его использовать или что-нибудь из этого. Я думаю, что он может быть не одинок. Вы видите, что ключевой фигурант этой недели уже как раз господин Тищенко. Я так понимаю, что их могут вычленять поодиночной и, скажем так, под увеличительным стеклом рассматривать. И вот могут быть такие разные конфузы еще впереди. Я думаю, что явно нужно слуге народа более избирательно подходить к представителям сейчас своих на местах, потому что одним из пунктов будет как раз выбор кандидатов в объединенные территориальные громады, возможно, будут как-то обсуждаться дальнейшие местные выборы или подготовка к ним. То есть у них на самом деле надо следить и выработать принципы подбора кадров, потому что боюсь, что вот эти случаи, которые уже обнаружили, это не будет финальным, а это только как бы предвестники, некие цветочки, а ягодки будут потом. Александр, на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся и благодарим за то, что вы присоединились к нам в студии Медиаинформа. Спасибо, с нами была Александра Шмидилова, известный украинский политический эксперт, а мы сверли следующий вопрос Светлане. Светлана, скажите, если в Одесском городском свете пройдет реконструкция и ложа журналистов окажется над депутатами Одесского городского света, что мы увидим, какие скрины телефонов мы увидим, и следует ли нам ожидать некой схожей истории, как мы видели с отдельным депутатом, который занимался нехорошими вещами в Верховной Раде, а другой в принципе заказывал себя релаксирующим. То есть один депутат непосредственно занимался релаксирующим массажем, а другой заказывал. Следует ли нам схожее ожидать в Одесском городском свете? Во-первых, я еще не успела комплексно ответить на ваш предыдущий очень обширный вопрос, но возвращаясь к этому вопросу, я хочу сказать, что я думаю, что мы это увидим, все увидим. Вот я люблю своих коллег, и городской свет, я просто на самом деле не то, что, конечно, сейчас это пик-топ, осуждать все эти моменты, ну, я их тоже не поощряю, но вопрос заключается в том, что, ну, давайте так, у нас... Кто тяжело работает, то хорошо отдыхает, не-не-не, вопрос в другом, ну, у нас парламентарии откуда, ну, из людей, ну, то есть, это ж люди, да, то есть, какое правительство мы-то выбираем, они ж не прилетели с Луны, с Марса и тому подобное, вот и все, я в этом аспекте, кроме массы комичных моментов, ну, глобальные проблемы не вижу, я вижу эти глобальные проблемы в кадровых назначениях, в тех проектах законов, которые штампуют зеленый ксерокс, ну, я вижу очень много проблем, и эти на фоне, ну, как бы, глобальных проблем, которые я вижу, ну, выглядит просто вот комично и смешно, а может быть, даже это был план, Михаил, потому что если предыдущая власть для того, чтобы отвлечь нас с вами от экономики, говорила о НАТО, о русском языке, о чем угодно, то я не исключаю, что это такой ход 95-го квартала, мы, ведь никто не погружается в экономику, что у нас отопительный сезон стартовал, что премьер-министр вообще не понимает, где он стартовал, вообще, что происходит, где брать деньги, где покупать газ, в каких долговых ямах находятся города, как помочь городам и все такое, то есть все это ушло на второй план и все обсуждают этих двух персонажей на протяжении уже там двух-трех недель. Ольга, спасибо, Светлана, Ольга, безусловно, и вот в работе, которую вы делаете и в целом вот в вопросе привлечения инвестиций позиционирования государства очень важен пиар, то есть то, как государство себя позиционирует за рубежом, какие действия предпринимаются, чтобы постоянно быть на первых полосах, постоянно, чтобы отношения этого государства звучали комплименты, как бы инвесторы постепенно втягивались в некий экономический контекст этого государства. С точки зрения пиара и привлечения инвестиций, подобные курьезы, которые мы наблюдаем в парламенте, они способствуют привлечению инвестиций, если способствуют, то в какие отрасли? у нас иллюзия, у нас иллюзия, что мы так видны со своими всеми мелкими... Ну, как раз эта история последняя с руководителем комитета между делами, она попала на передовице ведущих изданий. Видите? Видите? А раньше как мы могли туда попасть? А тут опа, и уже прям бесплатно Дело в том, что я наблюдала в Италии, я когда начала говорить, что вот у нас такое изменение, у нас комик стал главой государства, они говорят, вы не первые, у нас тоже комик стал главой государства. Лига пяти звезд. Да, и абсолютно спокойно говорят, люди любят телевизор, и это нормально, и это дало возможность нам зато провести работу по борьбе с мафией, то есть мы таким образом устранили конгломерат мафии у власти. Поэтому, говорят, вы всего лишь на пути, ничего страшного. Я не вижу. Их больше всего волнует, вот сколько бы мы ни общались, это все равно состояние наличия у нас войны. И это не исключаю, когда я говорю с инвесторами, я вижу, допустим, на территории Италии все-таки больше информации российского телевидения. Их реакции достаточно обширные с точки зрения информационного поля России. К сожалению, они больше работают в этих главах. это не главный фактор, потому что мы знаем Южную Корею, которая постоянно находится под дамокловым мечом Северной Кореи. Мы знаем пример Грузии, которая имеет проблемы с Южной Осетией, Абхазией. То есть есть примеры стран, находящиеся в конфликтном взаимоотношении, при этом инвестиции идут. вопрос рентабельности этих инвестиций. Вот и все. Предсказуемости. Ну вот на самом деле в продолжении этой темы я на самом деле очень согласна с Ольгой, потому что безусловно вопрос войны и мира становится объективно главным. Я сейчас еду послезавтра, 7 числа, я буду на большом форуме в Харькове в рамках Киев Гоблсаммит и формата женщины за мир. Мы будем говорить о да, можно сказать так, это как бы где-то там прорегионаловская или там оппозиционная структура, но мы говорим о мирных инициативах президента и мы их поддерживаем, потому что у нас мы должны сделать все, чтобы закончилась зерна. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и поговорим о мирных регионаловских инициативах, которые поддерживают президента и мы об этом поговорим через несколько минут. Уважаемые телезрители, оставайтесь у экранов, мы очень скоро увидимся. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok